Больше эти однорукие бандиты никого не оставят без денег. Сегодня 114 игровых автоматов отправятся в утиль. И для однорухи год високосный. За полгода в Кеннеле закрыли пять игорных заведений. Урожай весомый. Более 150 игровых автоматов и 140 тысяч рублей, которые в них успели оставить. По словам прокурора, зачастую владельцы нелегального бизнеса, невзирая на запрет, даже не пытаются маскироваться. Устанавливают игрушки на вокзалах и в других общественных местах. Причины этого, говорят, невысокий штраф, всего 3000 рублей и конфискация бандитов. Более продуманные дельцы организуют сетевые азартные игры под видом интернет-кафе. Автоматы уже не в моде. Во-первых, они и дороже, игровые автоматы. И они тяжелые. Их перетаскивать с одного места на другое. А поставить один компьютер, подключить его кобелями в сеть и осуществлять на нем игорную деятельность, это более легче. В этом году в губернии было уничтожено несколько сотен игровых автоматов. В одном только Кеннеле на сумму 2 миллиона рублей. Павел Баймаков, Иван Карпов, ГИС События.